Вебинар. Данный вебинар подразумевается в первую очередь для новичков, поэтому давайте, пожалуйста, пройдем опросник, чтобы понимать, в который раз тот или иной человек присутствует на именно вводном технико-экономическом вебинаре. И хотелось бы вам напомнить, что данный вебинар предназначен именно для новых людей, поэтому мы делаем эти вебинары, чтобы вы максимально имели возможность приглашать именно новых людей, если вы не имеете возможности, времени, либо только пока учитесь, рассказать о проекте Skyway четко, емко, кратко, лаконично, быстро, буквально за 40 минут, и ввести человека в курс дела. Сегодня у нас присутствует 75 человек, многие новички вначале не могут проголосовать, потому что не делали этого раньше. Пожалуйста, поставьте циферку 0, если вы присутствуете в первый раз и не проголосовали в чате, чтобы понимать, сколько новичков на самом деле у нас присутствует. С течением времени мы с Сергеем Анатольевичем также ведем цикл записанных вебинаров, так скажем, идеальных вводных вебинаров, потому что не у всех есть время присутствовать на вебинаре вживую. И, соответственно, мы считаем, что максимальный эффект даст свобода выбора для человека, каким образом черпать информацию из информационного поля от спикеров Skyway. И, собственно, сейчас мы готовим именно руководством Skyway Capital конкретную систему, чтобы человек попадает как в информационное поле, так и, собственно, вообще в мир Skyway в плане технологии, в плане маркетинга, если говорить про инвест-проводящую систему, и про активную деятельность Skyway Capital и продвижение проекта Skyway, все это мы будем упорядоченно по системе вам доносить, и, собственно, такая система сейчас готовится. Ну, а я, собственно, перехожу непосредственно к теме нашего вебинара, то есть это вводные части об описании проекта Skyway, как он развивался, что такое вкратце ОТС, почему нужно понимать, что такое ОТС. И одно я могу сказать, что Skyway, на наш взгляд, это действительно новый технологический уклад, и это то, что в ближайшем будущем будет использовать весь мир и сеть Transnet, которая будет основываться на технологиях Skyway и струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, будет составлять фундамент и базис именно в своей составляющей, так же, как свойства кремния, кремниевые технологии и передача цифрового сигнала через пакетные данные составляет основу в интернет. И за интернет мы считаем, что будет следовать Transnet, соответственно, Transnet это уже не просто информационная и коммуникационная сеть виртуальная, как и интернет, но это уже в железе, в бетоне, в реальности мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная, я бы сказал, сеть. Она придет туда, куда на сегодняшний день даже не может прийти интернет, потому что строить сеть Transnet и применять технологию Skyway можно на абсолютно любом типе рельефа, местности, поверхности и так далее. И, дамы и господа, сегодня мы сталкиваемся с таким вот немножко казусом, парадоксом, что несмотря на то, что информация, различные процессы, банковские переводы, общение в социальных сетях, даже знакомство, то есть передача информации человека человеку, передача информации от устройства к устройству происходит фактически моментально. Но этого мы не можем абсолютно сказать для перемещения товаров, грузов по транспортной инфраструктуре и вообще современности, составляющей мировой транспортной инфраструктуры. И на самом деле те процессы, которые происходят сейчас в этом устройстве, это обычный смартфон, можно сравнить с потенциалом вообще всей московской городской телефонной сети. Сейчас всего лишь одно устройство выполняет весь этот объем. И как раз таки Skyway будет решением в увеличении производительности транспортной инфраструктуры и в увеличении максимальной эффективности, максимальном удешевлении и, естественно, скорости и безопасности доставки как товаров и грузов, так и непосредственно перемещения пассажиров. Чего не скажешь о современных транспортных средствах, дамы и господа. То есть, что мы видим при перемещении на самолете, нам нужно ожидать большое количество времени в пересадках. Иногда это день, и нужно снимать гостиничный номер, нужно тратить дополнительные средства просто в ожидании следующего рейса, своего рейса, чтобы, соответственно, совершить пересадку. Это немножко нелогично. Что мы видим в автомобильном транспорте? Это, естественно, большое обилие пробок. И сегодня также я в перескопе дал вещание о моих мыслях по поводу того, что каждому жителю мегаполиса каждый день, кто хотя бы выезжает с места своего дома, до работы, либо до магазина, нужно искать место для парковки. Место для парковки далеко не всегда можно найти. И вы понимаете, именно я обращаюсь к жителям крупных мегаполисов, как и России, так и Европы, что место для парковки находится даже иногда и в соседнем дворе, и нужно просто идти и тратить, опять же, свое время до места назначения. То есть, логика перемещения транспортного средства, дамы и господа, должна быть максимально простая, максимально быстрая для человека. За 5-15 минут человек по сети Transnet сможет достигнуть любой точки. Будь то это место работы, будь то это садик, кафе, кино, какие-то развлечения, будь то это тренажерный зал, будь то это офисное помещение, будь то это муниципальные различные здания образования. То, что на сегодняшний день составляет жизнь любого гражданина любой страны, планеты, Земля. И на самом деле, вот эта концепция именно быстрого и эффективного перемещения возникла еще в 1977 году, но началось все не с транспорта второго уровня. Я хотел бы, чтобы, дамы и господа, новички, вы поняли, с чего все начиналось. То есть, знаете, с чего зарождалась планета, появились простейшие представления о жизни, то есть микрочастицы живые и так далее. И потом уже начала развиваться жизнь. И стоит понимать, каким образом развивалась струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. Началась она с достаточно серьезной концепции, которую, я могу сказать, не каждый понимает сразу, но в любом случае представить вам необходимо. Это ОТС, это общепланетарное транспортное средство. То есть, я так вот буду листать картинки, чтобы у вас сложилась картинка, потому что очень важно визуализировать и представлять, как это будет. Потому что, на самом деле, при текущем развитии проекта, как бы это не амбициозно звучало, но через 20 лет действительно мы сможем построить вот это общепланетарное транспортное средство. В чем будет заключаться смысл? И, на самом деле, вот еще в 70-х годах Анатолий Эдуардович это представил. То есть, это перемещение товаров, грузов, пассажиров, продуктов, деятельности, горноперерабатывающих комплексов, может быть, какая-то деятельность уже в космосе, то есть, выработка инновационных металлов в условиях невесомости и так далее. Я не буду сильно грузить, потому что для многих покажется это далеким будущим. И, как раз-таки, располагаясь по экватору, это ожерелье кольцо вокруг Земли будет расширяться, подниматься за счет действия центробежных сил. То есть, перед этим будет раскручиваться линейный электродвигатель, и за счет действия магнитного поля, за счет действия центробежных сил, вся эта конструкция будет подниматься вверх. Вот это Анатолий Эдуардович представил еще в 70-х годах. В 88-м это было презентовано на конференции по неракетной индустриализации космоса. Но представьте себе, когда еще не появился интернет, собственно, и когда мир только начал готовиться к своим полетам, следующим после первого полета Юрия Гагарина в космос еще в 69-м году, и вообще вот как бы концепции, технологические уклады не подходили под описание этой технологии. Естественно, технология встретила непонимания различные, и, естественно, я могу сказать, после многих попыток Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к удешевлению, во-первых, самой концепции ОТС, и к созданию струнной транспортной системы. То есть, струнная транспортная система заключалась в оптимизации эстакады, которая подразумевалась под ОТС, и в создании уже струнных путей, то есть, струнной путевой структуры. В максимальном удешевлении, максимально эффективном использовании материала, и появилась вот та эстакада, которая для тех людей, которые уже участвуют в проекте, абсолютно привычно. Вот вы видите легкая ажурная конструкция, то есть, под взлетающей конструкцией ОТС. И как раз-таки это послужило основой для струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Хотелось бы это на каждом вводном вебинаре говорить, потому что к этому мы действительно придем, и с этого все начиналось. И далее уже по мере развития проекта Анатолий Эдуардович параллельно получал различные патенты в различных самых изобретениях, то есть, экономический потенциал исчислялся сотнями миллионов рублей, и всего лишь, ну, примерно по 20-30 тысяч за изобретение еще советских рублей Анатолий Эдуардович получал. И, естественно, как бы ни о каком применении ОТС и речи не могло быть. Поэтому Анатолий Эдуардович стал продвигать струнный транспорт, именно как концепция эффективного, дешевого, безопасного перемещения на втором уровне. Был пройден огромный этап с 88-го года по 2000-е уже, и в 2000-х годах произошел переломный момент, на самом деле, когда Сергей Анатольевич Сибиряков в самолете, имея удачу именно от полета вместе с губернатором Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем, подсел к нему сзади и рассказал про концепцию, каким образом с помощью струнной транспортной системы увеличить ВВП России примерно в 6-7 раз менее чем за 5 лет. Это была концепция высокоскоростной перевозки пищевого льда и воды с озер и с подземных рек, озер Российской Федерации. Лебедь Александр Иванович был поражен. Собственно, вы, я думаю, представляете мышление этого человека, который метил одно время и высшие руководящие посты, но, к сожалению, трагически погиб. Одной из знаменитых фраз Лебедя Александра Ивановича была, что струнным дорогам в России действительно быть. И как раз-таки на его средства, на финансовые сбережения губернаторского фонда, было организовано финансирование полигона, первого полигона струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого в городе Озеры. Испытания происходили с 2001 по 2009 год. Это был очень важный этап испытаний, потому что фактически полностью было испытано второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть путевая структура. И вы можете найти множество репортажей действительно того времени. Мы их использовали при начале развития проекта еще в 2013-2014, потому что иных репортажей не было более свежих, чего не скажешь о сегодняшнем времени. Но в 2009 году, когда полигон уже функционировал, когда все было испытано, после этого один из губернаторов, господин Морозов, презентовал на Госсовете России по инновациям в транспорте, именно струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого, как концепцию спецразвития Российской Федерации, как ускорение развития Российской Федерации. Дмитрий Анатолевич Медведев подтвердил, если найдется финансирование, то этот проект нужно реализовывать. Даже планировали выделить 1 миллиард рублей, найти из госсредств. Но, к сожалению, неизвестными лицами по неустановленным причинам через некоторое время полигон Московской области, город Озеры был уничтожен. То есть, с использованием спецтехники, газорезок, бензопил и так далее, буквально за сутки он был, буквально в смысле, стерт с лица земли. Поэтому мы называем именно полигон, потому что данный тестовый участок претерпел достаточно такие серьезные, но очень важные для развития проекта военные, боевые действия. То есть, он был разрушен. И, учась на ошибках, то, что нас не убивает, всегда делает нас сильнее. Анатолий Эдуардович Юницкий, я думаю, этому принципу следует по жизни и максимально усовершенствует свою технологию, усовершенствует юридическую финансовую схему. И после общения уже с многочисленными олигархами, чиновниками, государственными деятелями, представителями, как иностранными, так и российскими, Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к мнению, что двинуть этот проект, по-настоящему начать развивать может только концепция народного финансирования. Либо, как мы называем, краудинвестинг, то есть привлечение средств на финансирование проекта Skyway через большие массы физических лиц, ну и, собственно, юридические лица на сегодняшний день по конкретным юридическим схемам, абсолютно проработанным, также могут участвовать в финансировании проекта Skyway. Вы видите замечательную картинку на данном слайде справа. Это фото с Октябрьской конференции 2015 года в здании правительства города Москва, в одном из крупных залов. И, собственно, Анатолий Эдуардович Юницкий тогда представил свой доклад, и, собственно, действительно более тысячи людей аплодировали стоя. Просто стоя, без предупреждения, встали и начали аплодировать. И, дорогие друзья, можно поаплодировать нам с вами, всем вместе, и действительно гордиться, действительно быть счастливыми, потому что у нас сегодня есть возможность участия в таких процессах, в которых могут участвовать на сегодняшний день лишь только крупные инвесторы, крупные достаточно предприниматели, и то по инсайдерской информации, то есть секретной информации, которая по определенным каналам к ним поступает. Это же происходило при капитализации Alibaba, то есть обычный человек, рядовой гражданин любой страны, не мог участвовать в финансировании подобной корпорации, а IPO, собственно, Alibaba было крупнейшим за всю историю развития биржи, одной из самых крупных, и я думаю, что наше IPO будет еще более крупным, есть к этому все предпосылки, и, соответственно, сегодня городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной и легкий транспорт финансируются за счет усилий, за счет надежды на развитие проекта, и, соответственно, в доказательстве это именно рублем голосуют люди, рублем, долларом, евро, разными валютами на самом деле, потому что сегодня мы представлены более чем в 64 странах, именно я говорю про инвестпроводящую сеть, которая оказывает финансирование развития проекта Skyway через Skyway Capital. И, не побоюсь этого слова, более 350 тысяч людей уже, как минимум, зарегистрированы, как минимум, наблюдают за развитием проекта, достаточно активно. И более 50-60 тысяч людей, эта цифра уже, я думаю, устарела, как уже месяц нужно подбить эти данные, инвестируют регулярно, ежемесячно в проект, потому что у нас есть возможность выбора оптимальных условий, через рассрочку, я не люблю слово кредит, но по беспроцентным условиям, соответственно, зафиксировать условия, которые у нас, кстати, с 1 июня изменятся. То есть ценность обязательств Skyway, которые переуступает головная компания физическому лицу, либо юридическому лицу, который инвестирует в проект Skyway, возрастет еще больше. И сегодня, дамы и господа, мы имеем действительно открытые двери и способы выстроенной стратегии общения как с мелкими инвесторами, так со средними инвесторами, даже с крупными инвесторами, администрациями, правительствами, министрами и целыми корпорациями, которые являются заказчиками в прошлом проектов Skyway в общей сумме уже более чем на 100 миллиардов долларов предзаказов. Естественно, их нужно освежать, но договоренностей было очень много. И с помощью концепции стратегии развития легкого прогулочного транспорта в виде пилотных проектов на сегодняшний день развивается во многих городах, странах. И если говорить про городской транспорт, не с объемом пассажиров перемещения в одном транспортном средстве, допустим, 50 человек, а 20 человек, 10 человек и так далее, то есть эта концепция применяется сейчас в Австралии, и недавно проект в Австралии был запущен. Это действительно наш общий праздник, дамы и господа, потому что развивать проект становится еще проще, еще быстрее он развивается, все развивается просто в геометрической прогрессии. И мы строим систему, которая будет служить фактически десятилетия. Я надеюсь, что и век она прослужит, что равноценно долговечности путевой структуры на самом деле, и те ценности самой транспортной системы, я могу сказать, что понимает каждый человек, который начинает интересоваться проектом Skyway. Это дешевая цена именно перемещения пассажиров, то есть в идеале она будет стремиться по аналогии к Skyway вообще к нулю, и 1-2 доллара за 100 пассажиров километров вы примерно заплатите при перемещении на транспорте Skyway. То есть примерно за 500 рублей вы сможете с Москвы до Санкт-Петербурга доехать со скоростями 500-600 километров в час, ориентировочно примерно. И, соответственно, безопасность тоже играет огромную роль. Вы видите наше непростое время, множество различных противоправных действий, то есть в авиации в особенности. И недавно вот достаточно серьезная катастрофа произошла с египетским, над Египтом снова, и присутствовали пассажиры из многих стран. То есть это достаточно серьезная проблема, общемировая, то есть наша общепланетарная проблема обеспечит максимальную безопасность перемещения, что в современной авиации на самом деле невозможно достичь. Естественно, комфорт и эффективность перемещения. То есть концепция мгновенного перемещения, концепция действительно удобного перемещения. И вы сможете заниматься всеми делами, которые вы используете в поседневной жизни, то есть читать новости в интернет, отправиться в сон, кушать, то есть все, что угодно, именно все, что касается повседневной жизни, решать какие-то бизнес-процессы, задачи по работе, это можно будет реализовывать в струнной транспортной системе Анатолия Эдуардовича Емницкого, потому что будет возможность к этой реализации. В струнную путевую структуру будет сшито оптоволокно, силовые кабели, то есть электричество там будет, интернет, радиосигналы, мобильные сигналы, более 10 различных других сигналов, которые необходимы нам для связи по тем или иным процессам и вопросам. И, естественно, струнный транспорт это абсолютная экологичность, то есть это фактически регенерация нашей больной планеты на сегодняшний день, это выздоровление нашей планеты, и вы все помните тот период, когда в эпоху нефтедоллара, развития нефтедоллара, при Рокфеллере еще многие наши реки просто заполонялись непереработанной нефтью, потому что ценность нефти была минимальная, качество переработки, методы переработки были просто убийственные для экологии, и если отправиться чуть-чуть пораньше, то под большим слоем навоза, так скажем, то есть именно продуктов жизнедеятельности на тот момент транспорта лошадей, то есть гужевого транспорта, мог погрязнуть даже Лондон на высоту 2 метра, по расчетам экспертов и лично Анатолия Эдуардовича Юницкого. На сегодняшний день мы с вами погрязли также в выхлопных газах, это влияет на наше психологическое состояние, это влияет на наше здоровье, и я думаю, что все хотят пользоваться действительно экологически чистыми продуктами, дышать чистым воздухом, и это для нас является огромной ценностью. Я непосредственно живу в индустриальном городе, город Челябинск, и я вижу, каким образом оказывают огромное воздействие автомобильный транспорт, я уже не говорю про то, что буквально под боком у нас строят горно-обогатительный комбинат. И многие города на сегодняшний день, в том числе Пекин, например, выставляют уже красные отметки достаточно большую часть времени от годового цикла, которое сигнализирует о том, что уровень загрязнения воздуха максимальный, что иногда даже людям нечем дышать, то есть нужно использовать различные повязки и так далее. И на самом деле это, дамы и господа, очень серьезная проблема, такая же серьезная проблема, как и глобальное потепление климата. С глобальным потеплением климата могут побороться миллион юнибусов, например, и также с правильным использованием нефти, на нефтехимию и так далее, то есть на создание полимеров, легких композитных материалов, не сжигания в двигателе внутреннего сгорания, как мы сжигаем на сегодняшний день каждый, именно автолюбитель, множество литров топлива фактически каждую неделю, и собственно 1 миллион юнибусов смогут сэкономить примерно 6,5 миллиардов тонн нефти. Если говорить про технические характеристики, то я скажу абсолютно простыми словами, дамы и господа, аэродинамика у струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Веницкого будет колоссальнейшая. Она будет более серьезная, чем у самолетов, она будет более серьезная, чем у спортивных автомобилей, в десятки раз превышающая. И доказательством этому является высказывание Михаила Орлова, соучредителя Международной Академии ТРИС. Это действительно эксперт в этой области, и он показывает, что и КПД колеса, в том числе 99% у струнного транспорта, чего нет ни у одного транспортного средства на сегодняшний день. Соответственно, за счет очень серьезной аэродинамики мы будем достигать серьезной экономии, как в топливных материалах, так и при строительстве и при эксплуатации струнной транспортной системы. Чего не скажешь о современных транспортных средствах, высокоскоростного транспорта в Токио, например, в Японии, в Китае, поезда на магнитные подушки типа Сапсан компании Симонс и так далее. То есть, огромное количество материала действительно затрачивается. И почему называется струнная дорога? Многие задают вопрос, дамы и господа. На самом деле, ответ очень простой, потому что это предварительно напряженная, растянутая и закрепленная на концах анкерных опор конструкция. То есть, струна это система из металлических проволок, которая растянута и закреплена. Далее идет там аналичивание специальным бетоном и вы увидите на расширенном технико-экономическом вебинаре в конце репортаж достаточно интересный именно обращение к новичкам по созданию именно специального бетона, специального вида бетона, который абсолютно текучий, абсолютно вязок и улучшает вообще качественные показатели примерно на 50-60% по сравнению с полным рельсом. И далее соответственно ставится головка рельса. Мы достигаем абсолютно ровную поверхность, гладкую, фактически идеально ровную и гладкую и с абсолютным комфортом, без эффекта рельсы шпалы, без каких-либо стуков, вибраций, мы будем перемещаться по путевой структуре. Но, дамы и господа, все, что я сейчас говорю, это замечательно, но не имело никакого бы смысла, если бы не шло строительство. Я приведу вам несколько фотографий, чтобы было понятно, что произошло чуть больше, чем за полгода. То есть, скорость строительства действительно очень достаточно серьезная. и все, что вы видите на картинках, вот, октябрь, допустим, 2015 года, то есть, анкерная опора, совмещенная с транспортно-логистической станцией, только начинала свое воплощение в жизнь, в реальность, только начиналось возведение первого этажа, и если мы перемесемся уже в сегодняшние дни, то, дамы и господа, я могу сказать, что это разница как небо и земля, потому что уже строится, и это вот, допустим, еще мартовское, если перенестись в апрель, то, соответственно, вы увидите, насколько быстро ведется строительство. И то, что сейчас действительно происходит на наших глазах, это заслуга именно народных инвесторов, и это заслуга нас с вами, дамы и господа. Только мы с вами смогли сдвинуть этот проект с достаточно серьезного и сложного этапа, совершить скачок и позволить достичь тех новостей, которые мы на сегодняшний день имеем. Это новости по запуску проекта в Австралии, это 11 апреля, соответственно, 11 февраля 2016 года было получено заключение экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. 25 марта уже произошло очередное заседание рабочей группы Министерства транспорта Российской Федерации, получено признание об уже не просто инновационности, а перспективности к применению и рекомендации применению на территории Российской Федерации. И также многочисленные подтверждения, достаточно много делегаций было на Экотехнопарк, и самое главное, то, что уже начинаются реальные адресные проекты, и собственно, к осени 2016 года мы, дамы и господа, не только поучаствуем в выставке инотранс в Берлине, куда были приглашены, наряду с достаточно серьезными производителями транспортными фирмами и вообще инфраструктурными фирмами, как Симонс, Кавасаки, но и с нашими не то, что конкурентами, но тоже корпорациями, развивающиеся в логике транспорта второго уровня, это Hyperloop, это другие концепты транспорта ближайшего будущего, и нам выделен стенд более чем 50 квадратных метров, ну а собственно, буквально, я думаю, через месяц после события будет уже произведена демонстрация первого в мире транспортного средства на путевой структуре второго уровня Skyway. Это поедет Юнибус, легкий транспорт и городской пассажирский транспорт, но, дамы и господа, это только заслуга народного финансирования и то, что сейчас достигнуто, не было бы реализовано посредством других схем, посредством инвестирования от крупных инвесторов. И это действительно великолепная возможность сегодня ощутить и познать ценность проекта Skyway и обеспечить будущее не только себе, но и будущим поколениям. Этой возможности не будет ни у ваших детей, ни у ваших внуков, ее не было у ваших родителей. И проявив сегодня интерес, просто интерес, просто зарегистрировавшись в проект, вы уже получаете минимальную долю обязательств в подарок. Это 100 единиц, вы увидите их в личном кабинете и теоретически, возможно, потенциально в ближайшие года они могут стать уже серьезными активами, которые будут наращиваться, серьезными станут и инвестиции более мелкие, более крупные. Для каждого человека понятие больших малых денег абсолютно разное, у каждого свои возможности, свои потребности, поэтому на сегодняшний день мы видим различный спектр инвестиций, совершенно люди инвестируют как от 50 долларов, так и по 100 тысяч долларов, и есть уже платежи по 300 тысяч долларов от одному и того же человека. Это действительно говорит о том, что проект развивается, проект будет развиваться, ну а собственно как проект развивался в течение 15 лет, об этом расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков, который промотивировал Лебедя Александра Ивановича когда-то именно оказать посильное финансирование в строительство полигона Московской области, и это тот человек, который уже сквозь года поддерживает, развивает технологию Skyway и вплотную движется в команде Добрый день, друзья! Как видно, как слышно, дайте связь. Отлично! Спасибо, Алексей! У нас еще, как мы говорили, наверное, весь, ну до конца мая, весь июнь мы отработаем в таком режиме, вот как мы начали сейчас, это два вебинара парами, как мы их называем, вводные для новичков, ну соответственно, и для тех, кто работает с новичками, чтобы эта информация была, ну скажем так, доступная и понятная для доведения, кто приходит в проект. И соответственно, в 13 часов у нас второй уже более расширенный, где мы обычно показываем последние репортажи новости с Эко-технопарка, обсуждаем последние события, которые происходят, все это через, естественно, уже логику и призму Skyway и соответственно, это все увязывается в одну рабочую систему, которую мы сейчас обстроили, кто был на, ну это касается тех, кто ходит на вебинары на наши телемосты, который был в субботу, где у нас из 40 стран были инвесторы и соответственно, Лариса Альтамонова приводила интересный такие факты, что у нас до 25 вебинаров сейчас идет на 10 языках в неделю, порядка там сотни, около сотни вебинаров в месяц, вот, и эта работа сейчас направлена на то, чтобы максимум покрыть информационное пространство, чтобы все вопросы, возникающие с проектом Skyway, с развитием, с техникой, тут вопросы я читаю в чатах такого технического плана Александр пишет, что, ну, чисто новички, что, а как вылезать из этого юнибуса, если он заглохнет на высоте 15 метров, вот, соответственно, еще очень такой серьезный научный проект и научный вопрос, который обычно задают новички, это порвется струна или не порвется, еще один такой наиболее часто встречающийся, особенно технически обоснованный вопрос, это сдует или не сдует ветром юнибус, но и еще, так сказать, это связано и с обледенением, то есть, если будет лед, то как же он будет скользить, как санки, там, так сказать, и, соответственно, останавливаться. Вот, поэтому, друзья, для этого мы специально, ну, первое, что мы рекомендуем, это все-таки посмотреть 100 вопросов, 100 ответов на сайте, это наиболее, уже, наверное, в седьмой или восьмой раз переизданные издания, где четко даются основы именно концепции струнного движения, струнной технологии, где даются основные азы, вот, как раз с такого рода вопросами и ответами порвется, не прорвется, сдует, не сдует, вот, там есть даже такие вопросы, а будут ли облетать листья в лесу, по которым будут двигаться юнибусы со скоростью 500 км в час, и это, друзья, не шутка, потому что такой очень серьезный вопрос был в заключении Белорусской Академии Наук в свое время, когда они давали заключение о том, что одна из проблем, которая может быть в связи с движением юнибусов, это то, что будут слетать листья, ну, тоже, друзья, как раз на это есть определенный ответ, то есть технические вопросы есть в основном сейчас в книге 100 вопросов, 100 ответов, и, соответственно, Юницкого небесной дороги Боровского Анатолия, это наиболее комплексное такое описание сейчас самого проекта, жизни Юницкого, как он пришел к технологии, что мы сегодня создаем, и тоже, кто не ленится и кому интересно получать информацию, друзья, смотрите, изучайте. Значит, для тех, кто все-таки больше воспринимает информацию из такого живого общения, мы ведем вебинары, у нас каждый день по разной тематике разные наши спикеры, те, кто уже активно работают, активно владеют информацией о проекте, ведется каждый день, соответственно, мы с Алексеем ведем пару вебинаров в 12-13 часов днем, это в основном для Сибири и Дальнего Востока, и в 19-20 это для европейской части, соответственно, наша задача это уже освещать более широко и развернуто определенные вопросы, кто уже в теме, доводить и комментировать основные новости, связанные с проектом Skyway, с социально-экономической, с политической ситуацией, как это соприкасается и как это касается именно проекта Skyway. Я еще на себя, ну, как бы там моя задача и основное мое присутствие в проекте сейчас, это доведение научных терминов и показания систематизации о том, что то, что мы делаем, это классифицируется с научной точки зрения, это научно обоснованная, концептуально очень стройно построенная теория технологического развития экономических циклов, которые ввел еще Николай Кондратьев. Соответственно, тот, кто работает в проекте, он очень хорошо ориентируется в истории техники, потому что нельзя понимать и четко надо понимать, что ничего просто так на пустом месте не происходит, у всего есть абсолютно закономерности, связанные с развитием технологии, закономерности с развитием финансовой системы, политической системы, социальной системы, все это в едином комплексе увязано, и наша задача сейчас показать и донести о том, что проект SkyWay, что струнные технологии, технологии Transnet, шестой технологический уклад, это то, что естественным образом подошло с развитием цивилизации, это следующий шаг уже сегодня в развитии именно технологических циклов, и мы сегодня позиционируемся именно как компания, которая задает тренд, который будет доминировать в ближайшие 30-50 лет в мировой экономике, именно связанный с развитием новых территорий, с развитием новых коммуникаций, основа, конечно, это струнные технологии инженера Юницкого, и на основе этих струнных технологий создание нового комплекса, именно коммуникационного, который приходит на смену нашему младшему брату, мы тоже очень часто вводим этот термин, интернет, приходит следующая коммуникационная система, Transnet, и это как раз является основой шестого технологического уклада, это доминирующая технология, она практически 46 лет была в, как ввел этот терминологий Сергей Юрьевич Глазьев, в эмбрионном состоянии, то есть она развивалась скрыто, невидимо для большинства людей, то есть шла активная работа, это сотни и сотни тысяч человек и часов произведенных инженерных работ, изысканий, испытаний, строительства, и соответственно сегодня пришло время, когда это начинает выходить уже в стадию применения технологии, то есть когда ее можно демонстрировать, ее можно защищать, ее можно применять уже конкретным адресным проектам и соответственно уже считать определенную доходность и дивиденды, которая может приносить эта технология. И этим мы сегодня активно занимаемся, сегодня мы выходим в стадию формирования адресных проектов, которые формируются по всему миру, вы будете постоянно сейчас видеть все новые и новые возникающие проекты. Соответственно вся прошлая неделя у нас прошла под эгидой новостей из Австралии, где наш партнер, соратник Анатолий Иванович Юницкого, это Рот Хук, бывший департамент транспорта Южной Австралии, бывший большой такой серьезный политический деятель Австралии, соратником президента был очень долгое время, сейчас ему за 80 лет он в таком творческом отдыхе, но столкнувшись с проектом Skyway, он активно включился в проект, изучил информацию, вышел сначала на связь, общались со мной, общались с Алексеем Суходоем, потом с Виктором Бабуриным, потом он пообщался с Анатолием Юницким, потом приехал, сам все это увидел и активно включился в работу. Сегодня создана управляющая компания в Австралии, она инициирует уже более десятка, там уже к двум десяткам подходит адресных проектов, и вот на прошлой неделе пошла такая массированная презентация первого проекта, и это подхватили все мировые СМИ, очень интересно прошла серия публикаций в Европе, в Прибалтике, где нас знают, где у нас очень свои отношения, особенно в Литве с властями, прошла интересная волна в России, то есть мне тут скинули ряд публикаций, где вспомнили и год назад публикации, три года, и пять лет назад на РБК были и мои интервью, и Антон Дарши интервью, так вот все это подняли, и интересно это сейчас реализоваться, то есть вот эта волна, это говорит о том, что информационное мировое пространство, оно единое, и что проект, который начинается, казалось бы, в далекой Австралии, но так как он касается российского изобретателя, именно русской системы, которая выводит новую коммуникационную систему, и новая цивилизационная, такое технологическое решение, естественно, что интерес к этому есть во всем мире, то есть мы сейчас готовим большую конференцию, ну она точнее зарождалась, как небольшая просто встреча 18 июня в Германии, но сейчас по мере того, как к ней появляется интерес, она все разрастается, разрастается, и будет такая пробная конференция перед большой инновационной выставкой, инновационной презентацией 21-23 сентября, Алексей об этом уже говорил, это действительно первая такая мировая демонстрация технологии SkyWay, естественно, что к ней готовится очень серьезно, это требует очень большой подготовки, большой инженерной работы, больших финансовых затрат, потому что это очень ответственное мероприятие, к нему надо кататься очень тщательно, и поэтому надо планировать затраты, планировать выполненные работы, поэтому мы сейчас обратились к нашим инвесторам и несколько с 1 июня изменили систему, мы это тоже на вебинарах доводим, почему мы сегодня вводим систему рассрочек длинную, почему мы сегодня рекомендуем именно в мае для себя принять решение для тех, кто уже в проекте, для тех, кто понимает ценности той работы и тех обязательств, которые вы сегодня приобретаете, для того, чтобы мы спланировали июнь, июль, август, именно с точки зрения выполненных работ, с точки зрения понесенных затрат, для того, чтобы в сентябре достойно выступить на этой мировой презентации, для того, чтобы в октябре уже продемонстрировать технологию, как и обещал инженер Юницкий. Это очень важная ответственная задача, это очень большая ответственность, когда заявляются сроки и выполненные работы, и, соответственно, мы сегодня обеспечиваем именно за счет краудинвестинговой построенной инвестпроводящей системы это финансирование, эту работу, это целевое финансирование, и, соответственно, мы все уже видим на протяжении последних трех лет, как декларируются цели, и как они выполняются, и мы отчитываемся. Это, друзья, конечно, очень, для новичков особенно, друзья, это очень сложная система, естественно, что намного проще работать, когда сделали, и потом неожиданные презентации, какие-то шоу и так далее, и так далее, когда уже готовы, когда есть что показать. Мы, к сожалению, не можем позволить себе такой роскоши, потому что мы работаем с колес, то есть те люди, которые приходят, инвестируют в проект, поддерживают проект, эти инвестиции сразу же идут на научно-производственную деятельность, и, соответственно, мы вынуждены сначала декларировать то, что мы делаем, так же, как три года назад сначала шло формирование конструкторского бюро, это сложнейшая работа, это сбор сотен профессиональных людей, которые могут выполнять уникальные инженерные работы, которые никто никогда в мире не делал. Соответственно, это была самая большая ответственность, и я знаю очень многих банкиров, очень многих производственных, которые не верили, что Юницкий сможет сформировать и выполнить эту задачу. Но так как на моих глазах это уже не первый раз происходила задача, я нисколько в этом не сомневался, и сегодня можно констатировать, созданная работает высокопрофессиональная, это, кстати, народа Хука произвело очень серьезное впечатление, это люди, которые работают на уникальных программных комплексах всех лицензионных, работают на уникальной технике с уникальными программами и создают уникальные инженерные решения, которые, естественно, задачи ставят как генеральный конструктор и руководитель проекта, инженер Юницкий. Соответственно, сегодня отработана и работает уже сначала мастерская, сейчас уже опытное производство, которое вовсю сегодня изготавливает уже опытные образцы и юнибайков, и юнибусов, и юникаров, и юнилетов, это целая линейка, смотрите, в наших репортажах, в наших ресурсах, целая линейка подвижного состава, который будет решать абсолютно разные транспортные и не только транспортные задачи. Соответственно, это тоже была серьезнейшая проблема, потом была проблема с получением отвода земли именно под экотехнопарк, где будут продемонстрированы, значит, как вы знаете, эта задача тоже решена, мы с вами уже буквально 25 апреля были все на экотехнопарке, своими глазами видели стройку, фотографировались, водили хороводы вокруг первых опор, то есть и на наших глазах именно идет создание этой технологии в октябре, которая уже будет демонстрироваться именно работающая система, и соответственно, это, друзья, тоже и с одной стороны отчетность, с другой стороны, друзья, это большая ответственность, потому что гораздо еще раз я могу сказать проще делать это втайне, никому не показывая, а пока уже звать специалистов на презентацию. Еще, друзья, очень важной вехой за последнее время это признание экспертным советом технологии, это сразу могу сказать, и вчера я комментировал это на нашей встрече в Москве, у нас вчера прошла интереснейшая встреча с инвесторами в Москве, вот она немножко неожиданно превзошла все наши ожидания и по количеству людей, по результатам, и по того, как организовано это работает, насколько это востребовано сегодня в Москве, вот как раз очень много задавали вопросов, и пришлось очень серьезно комментировать, почему мы такое значение придавали именно поддержке и признании экспертным сообществом технологии, и там даже один очень такой, ну как я называю, дотошный акционер, который там прям этот протокол упакал, где написано признание технологии, там написано, что технология существует, и эксперты согласились с тем, что когда они увидят это на полигоне, тогда они подтвердят соответственно существование этой технологии, вот он говорит, так вот друзья, вся эта работа проводилась только для того, чтобы появилась эта фраза, потому что теоретически можно рассуждать, обсуждать и говорить за, против, до бесконечности, и сколько экспертов, столько мнений, и Юницкий как раз с точки зрения эксперта-инженера доказал сообществу, а это был 31 эксперт, причем, которые работают в конкурирующих технологиях, они являются оппонентами развития Skyway, так вот он им доказал о том, что превосходство технологий Skyway идет по всем направлениям, по дешевизне, эксплуатации, технологичности строительства, долговечности, надежности, и самое главное это дешевизне, вот, и соответственно эксперты с этим согласились, но они поставили одно условие, что как только мы это увидим действующее, тогда мы это все подтвердим, и здесь мы, друзья, всегда говорим, что единственным мерилом всех споров, всех разговоров, всех оппонентов, это являются действующие образцы, что мы с вами, друзья, и создаем сегодня в Экотехнопарке, на что сегодня направлена вся наша работа, и единственным задачей, которую мы сегодня решаем с помощью краудинвестинговой системы, инвестпроводящей системы, это финансирование и строительство демонстрационных стендов и образцов в Экотехнопарке, и наша задача как раз в октябре это продемонстрировать, показать, чтобы начались испытания, за испытанием сертификация, и только это позволит уже ответить на все вопросы, и только это позволит выходить уже в формирование адресных проектов, хотя я могу сказать, что, друзья, формирование адресных проектов уже идет, активно входят уже инвесторы, которым интересно решение с помощью технологии Skyway и строительства общей системы Transnet уже построения бизнеса сегодня, мы активнейшим образом ведем эту работу и в Америке, и в Израиле, и в Европе, и в Германии сейчас началась работа, вот, соответственно, про Германию еще расскажу несколько интереснейших моментов, но уже на более таком расширенном нашем вебинаре, где прокомментируем ряд событий, которые сегодня происходят. Так вот, друзья, основные для тех, кто только пришел, вот вчера было очень интересно видеть в зале, там несколько человек, была очень интересная пара, молодой парень с девушкой, которые пришли первый раз, только услышали и еще плохо ориентировались Skyway, и вот после того, как выступили основные спикеры, когда довели информацию, было интересно видеть действительно неподдельный интерес людей, и потом еще мы более там почти полтора часа были вопросы-ответы, и нас уже выкнули из зала, а мы все еще продолжали работать, потому что действительно интерес очень большой, и как раз вот эти люди, которые только подключаются к проекту и узнают многие вещи, это, конечно, друзья, впечатляет, интерес. Так вот, основное, что удалось донести и люди это принимают, это о том, что так как все изменяет в нашей жизни инженеры, и то, что за последние 15 лет жизнь изменилась радикально, так вот, основное утверждение, которое мы сегодня делаем, друзья, надо признать, что в ближайшие 15 лет жизнь изменится еще более радикально, и многие из вас сегодня даже кто в проекте и год, и два, и очень многие знают понятия, но вы даже не представляете, насколько наша жизнь будет отличаться от того, как она существует сегодня, и какие сегодня с помощью технологии Skyway и Transnet появятся новые возможности, и как завтра вы будете реально и перемещаться, и общаться, и вообще, так сказать, как это на нашу повседневную жизнь сегодня повлияет. И были интересные ребята из общества футурологии, которые тоже нам пытались даже представить определенную свою концепцию, но здесь я сразу могу сказать, друзья, с точки зрения футурологии, с той командой, которая сегодня работает, вот именно с точки зрения прогноза футурологии, с нами спорить очень сложно, потому что в отличие от очень многих сегодня тех, кто считают себя прогнозистами и футурологами, а кто-то гадает на кофейной гуще, кто-то читает предсказания Ванги, это все, друзья, к научному прогнозу к футурологии не имеет никакого отношения. Это все оккультные вещи, и кто-то где-то видел, я очень много встречал ясновидующих людей, там, правится, в которой там что-то видят и так далее. Друзья, мы занимаемся научным прогнозом, это то, что описывает технологию, поэтому вот та команда, которая сегодня сформировалась, мы реально сегодня претендуем на лидерство в мировой футурологии, и в ближайшее время у нас предстоит несколько очень таких серьезных круглых столов, то есть поединков с ведущими футурологами мира, такими, как Курцвелл, такими, как Илон Маск, этого прям готовится, в сентябре будет личная встреча, скорее всего, во всяком случае, организаторы это обещают, Илона Маска и Антон Довича Юницкого, которые будут обсуждать ряд совместных проектов и ряд технологий, вот, а мы сейчас с точки зрения футурологии претендуем на то, что мы реально знаем, как будет жизнь меняться через год, через два, через три, через пять, через десять, через двадцать, и здесь, друзья, естественно, что ответом будет только время, только мерилом, но мы четко сейчас представляем, как это будет развиваться и делать, и мы абсолютно правы, и это как раз лежит в основе того, что мы утверждаем, что капитализация инвестиций в Skyway, они сегодня наиболее эффективны, потому что это инвестиции в самую перспективно развивающуюся технологию на Земле сегодня, и, соответственно, те возможности, которые даст Skyway, те возможности, которые даст Transnet, те технологические решения, которые дает инженерная школа Юницкого, она как раз будет наиболее эффективно развиваться, и наиболее интересно давать сегодня результаты во всех отраслях не только экономики, но и повседневной нашей жизни. Поэтому, друзья, когда вы приняли о том, что жизнь изменится радикально, то здесь второй момент, что надо изучать, смотреть информацию, мы создали систему, которая позволяет создавать краудинвестинг, финансировать проект, создавать адресные проекты, капитализировать интеллектуальную собственность, которая создавалась десятилетиями, и сегодня, друзья, это активно работающаяся, работающая система, это сообщество, уже превышающее 380 тысяч человек, это реально более там 60 тысяч активных инвесторов, которые участвуют в проекте каждый месяц, и эта система развивается, растет, выходит на новый уровень понимания, на новый уровень поддержки, и фактически мы теперь каждую неделю будем видеть новые события, которые будут происходить, новые компании, которые будут открываться, новых партнеров, которые будут входить, и действительно сейчас мы выходим уже на уровень, когда то, что происходило крайние 2,5-3 года, когда мы доказывали, что существует технология, что она есть, то сегодня мы выходим уже на то, что будет, когда она будет применяться, и для финансистов возникает очень сложный момент для восприятия, когда они начинают принимать, а если это правда. Мы сегодня работаем с рядом таких крупнейших фондов, которые уже начинают выстраивать финансовую модель, исходя из того, что технологии инженера Юницкого начинают массово внедряться, и это правда. И я могу сказать, у них просто сегодня зашкаливают все показатели по прибыли, зашкаливают понимание, зашкаливают, потому что оценить сегодняшним представлением настолько бурный рост технологий, настолько бурный рост ВВП и региональных, и страновых, и настолько бурный рост компаний, которые сегодня предвидятся, они до сих пор не могут поверить, что это правда. Но выкинуть уже из головы, потому что они были все в Марьиной горке, они смотрели конструкторское бюро, им показали некоторые секреты, которые, естественно, под подписку о невыезде, соответственно, можно показать только очень ограниченному кругу людей. Вот, соответственно, это, друзья, все говорит о том, что в ближайшее время нас будет ожидать все новые и новые события. И это, друзья, очень радует, потому что очень приятно, когда показываешь, смотришь репортажи, и вот вчера мы проводили, еще раз я говорю, встречу, и одно дело, когда два с половиной, три года назад на таких встречах я говорил, что, друзья, вот мы строили 15 лет озера, а сегодня мы будем делать то-то, то-то, то-то. И сейчас, друзья, когда проходят репортажи, когда идет стройка, мы говорим, ребята, вот это мы уже делаем, и вы можете относиться к этому как угодно. Вы можете сегодня участвовать в этом проекте, это будет ваш удачный выбор, а можете не участвовать в этом, тогда вы будете пользоваться Skyway, чисто как пользователи, соответственно, не имея никакого отношения к дивидендам от технологий. Ну вот, друзья, на этом я вводную часть всегда заканчиваю, как всегда, друзья, у нас небольшая пауза, кофе-пауза, буквально там 3-5 минут за время, которые мы показываем сегодня наиболее важные репортажи, а потом мы продолжим уже в более расширенном таком составе, там я прокомментирую ряд уже очень важных моментов, которые надо знать уже тем, кто в проекте и кто реально уже ведет работу по привлечению новых людей, по доведению информации, по отстаиванию позиций Skyway, потому что, ну, как всегда, вчера было очень много людей, которые общаются с крупным бизнесом, им нужна аргументация, с крупными чиновниками, им нужна аргументация. Вот это как раз, друзья, мы и ставим своей целью и задачу вот с Алексеем и с той командой, которая сегодня сформирована, чтобы у вас были все эти инструменты в руках, чтобы вы обладали всей этой информацией, она очень эффективно работала именно по доведению и чтобы люди, которые подключаются к проекту, имели всю исчерпывающую информацию о том, как построена, как работает финансовая модель, как работает юридическая схема, как устроена гарантия защиты сегодня тех инвесторов и, соответственно, почему то, что мы сегодня делаем, считаем ключевой научной базой и другого пути развития просто сегодня нет. Поэтому, друзья, моя традиционная фраза в конце, те, кто получил исчерпывающую информацию и решил больше со Skyway общаться, я с вами прощаюсь, а с остальными, друзья, мы увидимся через 5 минут на дальнейшее продолжение нашей работы и, соответственно, нас еще ожидает с внешности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...